МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите городские новости. Челябинск в деталях. В студии Вячеслав Ватутин. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Это больница или игровая комната. Челябинцы поставили под сомнение новый интерьер детской поликлиники. Мэр поручила чиновникам выйти из кабинетов и проверить, как убирают город, что обнаружили на вверенной территории главы районов. Парили в невесомости в специальной аэротрубе. Насобенные дети из южноуральской столицы отправили свой первый полет. Главный критерий отбора – страстная любовь к театрам. Зрители камерного получили возможность выйти на сцену. С городских улиц вывезли почти 5 тонн снега. Спецтехника и дворники работали всю ночь. Ну а накануне Наталья Котова предложила главам районов выйти из кабинетов и проверить, как обстоят дела с уборкой. Наша съемочная группа отправилась в рейд с Виктором Ереклинцевым. Главе центрального района указания сверху не нужны. Свои владения он объезжает как минимум 3 раза в неделю. Даже в законные выходные. Я глава района Виктор Александрович. Ага, очень привет. Делаем объезд с журналистами. А вы житель Тополинки? А можете, ваше мнение, управляющая компания как справляется с санитарным содержанием? Вот особенно в зимний период достаточно проблемный. Так, ну как? Убирает постоянно. Убирает постоянно, но только почему-то все-таки налет есть, налет. Жалобы на неубранные внутриквартальные проезды, тротуары и гололед от жителей Тополиной аллеи поступают всю зиму. С приходом весны ситуация не изменилась. Управляющая компания у нас, знаете, их надо без конца дергать. Мы ходим, вот, то пойдем, еще пойдем, без конца бегаем. У нашего подъезда, он всегда, вот, с северная сторона, и всегда очень долго тает снег, и всегда сплошной лед. Тогда я вышла из подъезда и сразу упала. Позвонила, правда, сказали, что посыпали или что-то. Через день где-то посыпали, да. А вот в парковом два другая управляющая компания и совершенно иное мнение о содержании территории. Ну, нам все нравится. Честно? Честно. Честно, прекрасные дворники у нас. Все хорошо. А как оперативно, допустим, снег выпадает, как оперативно реагирует? Достаточно. С утра вы выходите там с детьми или на работу? Нет, очень нормально. Я вчера говорю даже дворнику, вы зачем крутым шуркой идти по пустому тротуару там какие-то эти? Надо. Нет, нам нравится с кем, вот мы общаемся с мамочками, нам нравится. Единственное, что вызывает вопросы горожан – куча снега вдоль дорог и игровых площадок. На самом деле, по законодательству складирование снега, если он там не грязный, без каких-то там дрессивых, это допустимо. Самое главное, чтобы не завалены были парковочные карманы, не повреждались при этом деревья. С следующего дня, да, будет потепление, мы приступим к выращению снега, рыхлению его, разбрасыванию. Ну, я думаю, что за пару недель хорошей погоды результат будет налицо. Что же касается центральных улиц, недочеты есть, но они легко устранимы. В постепенных улицах остаются валы, сгуртованные кучи. Мы на это внимание сейчас особо обращаем подрядчика комитета дорожного хозяйства. Ну, вот на этом участке мы видим, что по большому счету все прочищено до плиточного покрытия. Основной тротуар тоже прочищен. Остановка чистая, достаточно безопасно все, да. Ну, вот недопустимо, вот такие кучи на тротуарах, потому что они сейчас подтаивают. Естественно, с перепадами температур эти участки могут быть достаточно опасны. Впрочем, на замечания подрядчик реагирует оперативно, говорит Виктор Ереклинцев. Претензии устраняют буквально за пару дней. Однако жалобы не заканчиваются. И глава района направляется на очередной проблемный участок. Наталья Кудряшова, Илья Капелин, Урал-1. Эта больница или игровая комната челябинцы поставили под сомнение новый интерьер детской поликлиники. Для чего медучреждению яркие стены и веселые картинки? Расскажем. Задача нового оформления проста. Показать маленьким пациентам, что поликлиника не страшное учреждение со злыми врачами, а дружелюбное место, где все хотят помочь. Комфорта и позитива удалось достичь благодаря ярким персонажам, необычным фонарям и изобилию цветов. Это не только интерьер, это не только яркое оформление и интересные картинки. Это прежде всего изменение функционального назначения помещений именно для удобства наших пациентов. Мы ведь во время ремонта где-то перепланировали помещение, где-то расширяли пространство для того, чтобы разместить зону комфортного пребывания. Маленькие окошки регистратуры и узкие коридоры сменило открытое пространство. Посетители замечают, без барьеров общаться с медперсоналом стало намного проще. Пока родители берут талоны, дети могут посидеть на удобных диванах и посмотреть мультфильм. Атмосфера праздника, так сказать. Дети с удовольствием стали ходить. Даже когда мимо проходим, они «давай зайдем». Я говорю «зачем?» Интересно, они с удовольствием ходят. Яркие цвета и множество деталей отвлекают юных пациентов. Ожидая своей очереди в компании веселых персонажей, дети перестают бояться врачей и неприятных процедур. Ремонт сделали хорош в поликлинике. Ребенок позитивно настроен по ходу в больницу к узким специалистам, даже к стоматологу. Перемену в настроении пациентов замечают и сами медики. Ну да, дети очень впечатлительные. Во-первых, нужно создать контакт именно визуальный с пациентом. И также, чтобы пациент чувствовал себя комфортно в обстановке, в которой он находится. Когда пациент заходит в кабинет, всегда в внимании хорошая обстановка, яркие стены. Ремонты во всех шести поликлиниках первой детской городской клинической больницы продолжатся. Неизменно останется лишь визитная карточка медучреждения. Наталья Шмухаметова, Владислав Шашмаренков, Урал-1. Ничего лишнего, только главное. Новости дня одной строкой. Прямо сейчас. 40 километров федеральных автомобильных дорог обновят в Челябинской области с помощью новейшей технологии укладки. Работы развернутся на нескольких участках в районе Златоуста, Южноуральска, на выезде из Челябинска и возле села Мяска. Специалисты отфрезеруют изношенный верхний слой и уложат новое покрытие. При ремонте дорог рабочие будут использовать латексную эмульсию. Когда на нее наносят горячую асфальтобетонную смесь, вода в составе эмульсии вскипает, выходит на поверхность и подтягивает за собой слой битума. В результате получается идеальное сцепление. Завершить работы должны к осени этого года. Во время ремонта на дорогах будет организовано реверсивное движение. Жемчужно-белый плюс бирюзово-зеленый. Челябинские трамваи раскрасят в новые цвета. Они будут перекликаться с зелеными городскими автобусами и позволят изменить имидж трамвая. Вместо неторопливого он станет скоростным. Впрочем, переформатировать этот вид транспорта будут не только при помощи новой ливреи. До конца года на улицах Челябинска появится 30 современных вагонов, низкопольных с системой климат-контроля. Тендер на закупку трамваев обновят до конца марта. Челябинцы стали чаще покупать квартиры в Крущевках и Брежневках. За год спрос на пятиэтажки вырос на 44%, а предложение снизилось на треть. Это подтянуло за собой рост средней стоимости квадрата в домах 60-х и 70-х годов постройки. Сегодня она составляет 37,5 тысяч рублей. Это на 7% больше, чем год назад. Такие данные приводят аналитики портала Авито-недвижимость. Популярность квартир в пятиэтажках эксперты связывают с их дешевизной. Кроме того, такие кварталы обычно обладают удачной планировкой и сложившейся инфраструктурой. На 15% вырос средний размер потребительского кредита в Челябинской области. В феврале он составил 198,5 тысяч рублей. По этому показателю регион занимает 18 место в стране. Такие данные по сравнению с прошлым годом приводит Национальное бюро кредитных историй. При этом количество потребительских кредитов, наоборот, уменьшилось. Количество займов, выданных в феврале 2021-го, составило 32 400. Это на 10,5% меньше, чем год назад. Дефицита новостроек в Челябинске нет. По данным сайтов объявлений, на сегодняшний день в Южноуральской столице предлагается выше двух тысяч свежих квартир. При этом спрос на вторичное жилье, несмотря на пандемию, не падает. Где лучше всего жить? Что беспокоит горожан? Какие изменения необходимы микрорайонам? Говорит Челябинск. Молодогвардейцев, Краснопольская площадка и Шагол. Эта дорога в 2011 году доложила жизнь новому 50-му микрорайону. Резкий прирост населения связан с быстрым возведением домов и относительно демократичными ценами. О плюсах и минусах говорит Челябинск. Мы находимся в Парковом. Здравствуйте. Такой вопрос. Что вам нравится в Парковом? Что мне нравится в Парковом? Ну, нравилось, что лес близко, но его скоро уже тут не будет. Так все вырубают. Вот. Нравится, что окраина города, что не центр города, в центре я бы не хотела жить. Нравится, что здесь школа близко, большая, хорошая школа. С садиками, говорят, здесь правда проблема. Все нравится. Я вообще-то не местная, вот дочь у меня здесь живет. Я в гости приехала. Тогда вопрос к вам. А мне вот как гостю нравится то, что парки оставлены, то есть участки леса оставлены. Очень нравится. А вам? Да, дышать легко. Инфраструктура хорошая. Школы, сад. Сады. Шаговая доступность. Очень нравится мне здесь. А что не нравится? Дороги не чистят. Плохо чистят дороги. Это в этом году или вы замечали еще раньше? Я раньше замечала. То, что парковка вот в этом, во дворах, это кошмар машины. Друг на друге, некуда даже машину поставить. Вот если много, эти, многоподъездные, ну, дома. Я вот двух, я в двух подъездах живу, у нас еще более-менее. А я не живу в парковом. Ну, а как гость? Узкие дороги. Благоустройства еще недостаточно, но это же новый район устроится. Надеемся, что будет все хорошо. А что можно было бы в этом микрорайоне изменить? Ну, опять же, дороги, наверное, изменить. Важный такой момент. Вы имеете в виду расширение? И расширить эти пробки вечные. Я, конечно, и в них не стою, но вижу, как люди, сколько времени и часов там проводят. Я бы дороги здесь изменила, расширила бы. Может быть, больше каких-то прогулочных мест, какого-то такого сквера, может быть, какого-то, где можно погулять, зелень, чтобы было побольше, так много домов. Наверное, какие-то, возможно, поближе сюда развлекательные центры. Вот новые садики, нехватка. Поликлиника детская. Ну, в принципе, все. Зрители Камерного получили возможность выйти на сцену. Любой горожанин может пройти кастинг и принять участие в читке пьес в рамках праздничной акции «Театр за день». Проект стартует на 27 марта. На кастинг приглашены все желающие, вне зависимости от возраста, профессии и образования. Лучшие примут участие в праздничной читке восьми коротких пьес о многогранности человеческой души. Главный критерий отбора – страстная любовь к театру и желание показать себя. Просто любители, да, коих, по моим ощущениям, довольно много в Челябинске. Но поскольку сейчас все любительские театральные студии почти все закрыты, то они скучают по кухням и своих близких терроризируют своими опусами. А мы им говорим, приходите к нам и нас потерроризируйте. Среди участников – харизматичные мечтатели и постоянные посетители Камерного. Работаю в детском саду, не пропустила ни одного утренника в качестве, как скажем, роль исполняю всевозможные, какие только можно и нельзя. То есть стараюсь как-то из себя задействовать. Я очень волнуюсь на самом деле. Я ехала сюда, мне казалось, что вся маршрутка тряслась вместе со мной, включая меня. Нет, это совсем другое. На эмоциональную игру участников кастинга настраивают новые экспозиции Камерного театра. «Маски» – так называется выставка из трех серий картин молодого художника Дмитрия Печуева. На первый взгляд они кажутся не взаимосвязаны между собой, но соединяясь в единый нарратив, они создают такую картину современного общества, показывают лицо современного общества. Даже не лицо, а, наверное, маску этого общества. Два загадочных образа переносятся с холста на холст, освещая мир горящими глазами. Солнечный взгляд слепых фигур символизирует их уникальное отношение к миру, отличное от сложившихся устоев. Во всем, в любом случае, нужно оценивать критически окружающую действительность, не полагаясь только на какие-то сложившиеся образы, сложившиеся стереотипы. Шокирующие образы приобретают и животные. Привычно милые и пушистые на холстах они раскрывают свою тайную мрачную сущность. Тема несоответствия внутреннего и внешнего прослеживается и в третьей серии картин. Художник изобразил разнообразие человеческих масок, не имеющих общего с истинным ощущением тех, кто их носит. Наталья Шмухаметова, Владислав Шишмаренков, Урал-1. Без комментариев и лишних подробностей, новости одной строкой, прямо сейчас. Ряд промышленных предприятий Южного Урала освободят от налогов на имущество и прибыль. Речь идет о тех, кто заключил специальные инвестиционные контракты. Изменения в закон одобрили комитеты ЗАГС Собрания Челябинской области по промышленной политике, бюджету и налогам. Специальный инвестконтракт или СПИК. Это четырехстороннее соглашение между инвестором Российской Федерации, регионом и муниципалитетом. Согласно ему, компания должна создать или модернизировать производство, а власти обязаны обеспечить стабильность для инвестора, стимулировать производство и обеспечить налоговые льготы. При сумме инвестиций до 50 миллиардов СПИК заключается на срок до 15 лет. В 7 миллионов рублей обойдутся бюджету Челябинска заборы, туалеты и песок для городских пляжей. Такой аукцион провело Управление муниципальных закупок мэрии. Контракт получил индивидуальный предприниматель Руслан Ахмедгалеев. Он должен снять плодородный слой почвы, отсыпать пляжи песком, оборудовать бетонные площадки под туалеты и мусорные контейнеры. Также подрядчику предстоит огородить муниципальные пляжи заборами. Очередная порция онлайн-активности приготовлена для челябинских школьников на время весенних каникул. На платформе «Дети дома» учеников младших классов ждут творческие мастер-классы. Для более старшего возраста организованы конкурсы по рисованию, фотоискусству и танцам. Здесь же можно отправиться на виртуальные экскурсии в РКИМ, Театр музея Сальвадора Дальи, Эрмитаж или Мариинский театр. На платформе областного центра дополнительного образования открыта весенняя смена онлайн-лагеря «Больше, чем каникулы». Она называется «Профессия мечты». Виртуальную смену подготовил и челябинский кванториум. Во время работы образовательных интенсивов школьники познакомятся с технологиями работы с нейронными сетями и искусственным интеллектом. Лучшие танцевальные коллективы страны соберутся в Челябинске на Уральский перепляс. Он пройдет с 26 по 28 марта. На Южный Урал приедут танцоры из Калининграда и Санкт-Петербурга, Курска и Костромы. Томска и Южно-Сахалинска в профессиональной среде их называют первым эшелоном. Всего для участия в отборочном этапе фестиваля было подано более 60 заявок. Помимо конкурсной программы участников ждут выступления артистов ансамбля имени Игоря Моисеева и конкурс балетмейстерских работ. Для руководителей коллективов пройдут мастер-классы. Особенные дети из Челябинска отправились в свой первый полет. Они парили в невесомости в специальной аэротрубе. Воздушный аттракцион стал для них частью реабилитационной программы проекта ОНФ «Летай со мной». Вике Щетинской 10 лет. Она любит фильмы про космос и буквально бредит аэротрубой. Я думаю, что мы будем парить как будто бы в невесомости. Вика – одна из участниц федерального проекта «Летай со мной». Занятие аэродинамической гимнастикой для детей с ДЦП организует Общероссийский народный фронт. Вторую ногу поднимаем. Носочек тянем. А, классно. К полетам в аэротрубе 15 испытателей готовились несколько недель. Реабилитологи отбирали заявки и исключали противопоказания. Потом был курс упражнений, работа с психологом. На финальный этап команда отправилась в МИАС. Каждый полет строго регламентирован. Два захода по две с половиной минуты. За стеклом команда болельщиков – мамы и подруги. Полеты в аэротрубе для таких детей – уникальная возможность добиться прогресса в управлении своим телом. Каждый шаг, который на земле дается с трудом, в воздухе превращается в полноценную работу без особых усилий. Все детишки неплохо отлетали. Даже те, кто сопротивлялся. Первый этап – он более такой разогревающий, а второй этап – он как раз идет такой более функциональный, где вот в конце как раз ребенок достигает вот такого пика, да, то есть физического, вот, где у нас как раз и по максимуму тренируются вот эти вот физические качества. То, что родители и реабилитологи называют словом «труд» для особенных детей – скорее шоу. Само слово «летать» вызывает у них восторг и желание участвовать. Крика отлично себя чувствовала и вела. Даже я не ожидала, как мама. Ага. Без слез, без криков. Специалисты поясняют, такая программа отлично подходит детям с ДЦП, расстройствами аутистического спектра и проблемами опорно-двигательного аппарата. Полеты в аэротрубе помогают активировать центр мозга, улучшают работу периферических отделов нервной системы. Все это позволяет восстанавливать утраченные функции. Инна Львошина, Александра Мыльникова, Урал-1. Настоящий скафандр, двигатель ракеты и уникальные сувениры из космоса. В Историческом музее Южного Урала к открытию готовится очередная экспозиция. Выставка приурочена к юбилею первого полета человека в космос. Уникальные экспонаты расскажут 60-летнюю историю покорения бесконечного пространства. От истоков освоения космического пространства нашими учеными, о первом спутнике, о четвероногих космонавтах. И, конечно же, мы говорим о современности, о современном состоянии космонавтики. Помимо фондовых реликвий, здесь представлены и редкие экспонаты, прибывшие из других музеев, вузов и частных коллекций. Мы общими усилиями собрали очень интересную выставку. Пожалуй, такой выставки в Челябинске еще не было, где можно было бы вот так вот полно прикоснуться, собственно, вот к тем предметам, которые действительно побывали в космосе, которые имеют непосредственное отношение к космической промышленности, к полетам человека в космос. Самый любопытный экспонат предоставила поисково-спасательная служба, оказывающая помощь космонавтам после их приземления. Настоящий учебный скафандр стал центром экспозиции. Увидеть его южноуральцы смогут с 5 апреля. Наталья Шмухаметова, Владислав Шишмаренков, Урал-1. Не просто вышли в плей-офф, а уверенно заняли комфортное место в турнирной таблице. Первый танец челябинской баскетбольной команды, по словам главного тренера, оказался прекрасным. Такие планы учил баскет относительно игр плей-офф, которые стартуют уже в пятницу. Легко ли уговорить игроков сниматься в тик-ток? И почему рост в баскетболе сегодня не самое главное? Об этом и не только моя коллега Инна Мельникова поговорила с гостем нашей постоянной рубрики. Ну а я же с вами прощаюсь. До встречи на Урал-1. Сегодня у нас в гостях Евгений Сорокин, главный тренер баскетбольного клуба «Челбаскет». Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. Спасибо, что нашли время, заглянули к вам. Спасибо, что пригласили. На самом деле, после трехлетнего перерыва в Челябинске заговорили о баскетболе. Это замечательно, я считаю, потому что «Челбаскет» вернулся в профессиональную лигу, а в южноуральскую столицу вернулся баскетбол. Как вы оцениваете этот сезон? Насколько он успешным был? Я думаю, этот сезон крайне успешным, потому что в всем баскетбольном мире, вообще в спортивном мире считается отличным результатом, когда команда в дебютный сезон способна выйти в плей-офф. Мы это сделали и не просто заскочили в последнюю ступеньку уходящего поезда, мы зашли с комфортной позиции, с максимальной позиции в наших турнирных условиях с шестого места. Поэтому я считаю, что регулярный сезон, который завершился последним матчем около недели назад, очень хорошо проведет. Первый танец «Челбаскета» так говорят о тех событиях, которые сейчас происходят. Как вы оцениваете команду? Знаете, это очень молодая команда, самая молодая команда нашей лиги. Безумно амбициозные ребята. И, знаете, это люди, которые полгода назад первый раз начали заниматься чем-то профессионально. То есть в любом виде деятельности, когда человек что-то делает 5 лет, 5 сезонов, 10 лет и так далее. Чтобы всем было понятно, эти ребята полгода профессиональные спортсмены. То есть кто-то играл на студенческом уровне, кто-то на любительском. И сейчас, говоря о результатах этого сезона, мы стали шестыми. То есть позади нас 5 команд – это 60 профессиональных баскетболистов, которые всю жизнь занимаются этим делом. То есть мы их опередили, и поэтому уже этот результат, я думаю, о многом говорит и о потенциале этих парней. Молодая команда еще и в плане среднего возраста игроков. 22 года средний возраст. Вот здесь, как вам кажется, молодость все-таки добавляет очков, такой задор. Игроки себя чувствуют очень комфортно, резво на площадке. Или все-таки опыта недостает немножко? Знаете, это очень помогает в начале матча. Это очень помогает в каких-то ситуациях, где идет игра на дистанции. И где-то, конечно, физически мы можем оказаться быстрее, крепче, более именитых соперников. Но что касается уровня концентрации и профессионализма, конечно, ребята не могут держать всю игру, все 40 минут одинаковый уровень концентрации, высокий профессиональный уровень. И это нам в некоторых матчах дорогого стоило, когда более именитые игроки, которые, чтобы вы понимали, некоторые старше моих игроков полтора раза на 10 лет и некоторые на 15 лет. То есть провели на 15 лет, на 15 сезонов больше в этой лиге, и они банально прошли через большее количество игровых ситуаций тот самый пресловутый опыт, который они получали за многие-многие годы карьеры. И в каких-то аспектах мы побеждаем, но через еще многое мы на этом рынке в этой лиге не прошли. Сейчас давайте поговорим о первой игре плей-офф, которая уже на пятницу намечена. Кто будет вашим соперником? Как оцениваете свои шансы? Нашим соперником будет клуб из Барнаула. Это моя команда, в которой я начинал этот сезон. Да, шансы оцениваю. У нас есть хорошие шансы показать наш лучший баскетбол. И как я говорил уже несколько раз ребятам, если вы хотите показать свой лучший баскетбол в этом сезоне, 26-го у вас будет шанс это сделать. У нас главная задача этого сезона у Челбаскета было попасть в плей-офф и попасть в плей-офф в максимально комфортной позиции. Мы выполнили задачу максимум и две игры первого раунда плей-офф мы воспринимаем как праздник баскетбола, но мы к нему очень серьезно готовимся. Мы очень серьезно готовимся показывать наш максимум. И для меня важнее итогового счета на табло будет то, что мы играли лучше, чем 15 декабря, когда я пришел в команду, чем 15 января, февраля и так далее. Поэтому команда из Барнаула претендует на медали. Это достойный соперник, серьезный очень. Да, да. И знаете, с одной стороны я знаю этот клуб изнутри, очень хорошо знаю, я провел там половину сезона. И эти половину сезона я потратил на то, чтобы создать вместе с главным тренером клуб, в котором нет слабых мест. И сейчас я должен как-то с этим работать и с этим жить вторую половину сезона. И когда я узнал, что мы встретимся, знаете, нет какого-то особого настроя на этот матч в плане моего личного. То есть я отношусь к этой игре абсолютно профессионально, также настраиваю ребят. Спасибо вам большое. Я хотела бы напомнить, что сегодня у нас в гостях был главный тренер баскетбольного клуба «Челбаскет» Евгений Сорокин. А у меня на этом все. Смотрите «Баскетбол» на канале «Урал-1». Одежда ведущих предоставлена салоном «Манго-мен».